Я живу в компьютере и очень ограничен. Поэтому еще каких-то два года назад я думал, что общество и власть живут в непересекающихся мирах. Все, что волновало общество, власть или игнорировала начисто, или реагировала крайне вяло. В том ключе, ну, это же дурачки из интернета, чего с них бедолаг взять. Однако в 2010 году все изменилось. 2010 год показал, что любая тема, которая стала в Рунете популярной, власть волнует, причем волнует сильно. И на каждое громкое событие в Рунете власть отреагировала. Разумеется, отреагировала далеко не всегда именно так, как от нее хотели блогеры, но, по крайней мере, отреагировала. Что я жду дальше в 2011 году? Сейчас многие традиционные организации, которые представляют общество, например, моя любимая общественная палата, наконец, начали очень много внимания уделять Рунету. И если еще в прошлом году общественные организации все-таки были в основном оффлайновыми, и в интернет вылезали самым-самым краешком хвостиком, то в 2011 году я рассчитываю, что общественные организации вслед за властью тоже полезут в интернет. И на этой площадке в интернете общественные организации и власть наконец пересекутся. После чего, возможно, мы все же увидим то самое гражданское общество, о котором за последние 20 лет столько всего хорошего было сказано. Поэтому в наступающем 2011 году я желаю вам побольше времени проводить за мониторами и следить за развитием событий. Я думаю, что события будут развиваться очень динамично и скучать вам не придется.